Мультиварка ТВ Мультиварка ТВ Потому что нужно в ней играться, приодевать ее. Параллельно с нами работает еще одна съемочная группа. Репортаж ведут модели, которым через несколько минут участвовать в конкурсе. А наши ведущие еще жалуются на объем работы. Чем помогла твоя любимая кукла? Благодаря моей любимой кукле я научилась краситься, модно одеваться и выигрывать в таких конкурсах. Какие советы ты дашь девочкам? Я советую не останавливаться, она достигнет там, идти к цели вперед. Расскажи о своем образе. Я думаю, здесь только куклы. Мой образ – красивая королева в бальном платье. Кем ты собираешь швейцарствовать, если ты королева? Ну, наверное, всем миром. Интересно, почему именно Барби? Почему не компьютеры или хотя бы роботы? Ну вот смотри, когда девочка смотрит в зеркало, кого она там хочет видеть? Умницу и красавицу. Всегда ведь хорошо иметь пример перед глазами. Хм, а это многое объясняет. Роботам расчески не нужны. Каждая из девчонок самостоятельно готовила лук. Так модели называют образ. Помогали мамы и любимые куклы, на которых, оказывается, и тренируются девочки. А вы думали, это как с солдатиками? Ого-го и тыщ-дыщ-дыщ? Эта коллекция нарядов Барби родилась именно потому, что одна маленькая девочка очень любила одевать свою любимую куклу. А когда выросла, открыла свою модельную студию и с недавних пор заявила о себе как о модном дизайнере. На подиуме – премьера новой коллекции от Виктории Кателевской. Почему вы девчонок заставляете одеваться как куклы? Я думаю, что каждая девочка любит играть в куклы. Это такая, знаете, как роль маленькой мамочки. А я в данном случае не заставила быть их куколками. Тут мне захотелось тандем «Мама-дочка». Мамы выступили в роли дизайнеров, а девочки в роли куколок Барби. Ну и плюс я считаю, что куколка Барби самая красивая из всех куколок, поэтому можно быть на нее похожей. И тем не менее тренировалась Виктория именно на мальчиках. Но их советские предшественники выглядели еще милее. Какая ваша любимая кукла была в детстве? У меня была кукла Пупс Олешка. Она была очень похожа на настоящего младенца. И мне завидовали все подружки. А на нее подходили все ползунки, распашонки. Ну, девчонки меня поймут, о чем я. Хореографические номера и танцевальный флешмоб превращают конкурс красоты в вечеринку моделей. А выступления повелителя мыльной пены и магии пузырей усиливают впечатление. Мы не на модном показе, а в кукольном домике на празднике любимых игрушек. Что для нас сказка, для маленьких Барби – жизнь. С этого конкурса конкуренция усилится. Теперь девчонки будут бороться не только за партнерские подарки, короны и дипломы, но и за собственный почетный приз – авторскую статуэтку Ники. Сегодня наши участницы, участницы Барби-пати получат вот такие замечательные награды. Это в виде кубка куклы Барби. Я считаю, что, знаете, как подарок он на какое-то время, а такая награда в виде кубка куклы Барби останется надолго в памяти. И даже уже когда девчонки вырастут, им будет как напоминание, что они были участницами такого замечательного события. Итак, теперь мы знаем, зачем им нужны куклы. Больше никогда не будем приколываться над кином. Просто на это интересоваться чаще тем, что нравится девочкам. Тогда куклы-мальчики будут похожи на нас. Александр Олейников и Никита Мосин для мультиварки ТВ. У вас интересно? Тогда дети идут к вам! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok